У нас сегодня на связи Джасказган, Пуркутбай Насарханов. Сегодня мы поговорим о разных проблемах, начиная буквально с события свежего, связанного с трагическими событиями, связанного вокруг ребенка. Ну и поговорим мы в целом о проблемах с Казганом. Пуркутбай, что за ситуация вокруг вот этого последнего скандала? Как все это произошло? Что известно? Ну известно, ну на мой взгляд, известно то, что было совершено гнусное преступление в отношении малолетнего ребенка, который сейчас у нас к сожалению в нашем Казахстане становится как бы уже обыденным делом. Зачастую происходят такие вот педофилии, вот это вот изнасилование малолетних изнасилований. Вот такая вот ситуация произошла. Такая же ситуация, кстати, я напомню людям, что года три или четыре назад была в Сапаве аналогичная же ситуация. была тогда же, также был изнасилован малолетний ребенок, не помню сколько лет, и тоже каким взрослым человеком. Тогда его поймали, вот сейчас вот из разговора, на уровне разговора ход, что его уже осудили, но якобы пожизненно. Просто вот я вот думаю вот в данной ситуации, сейчас вот это чисто мое субъективное мнение. Данная ситуация такая же была, как и вот три-четыре года назад, но просто резонанс был совсем другой. Вот это вот причина. Думаю, что первое это накопившиеся социально-экономические проблемы в регионе. Люди вот все постоянно вот этот несправедливость, там сейчас карантин, коронавирус, плюс вот эти денежные проблемы. Плюс еще вот, на мой взгляд, такой потенциал организаторской способности имеет в нашем регионе только единственный, это определенная группа людей, ну, направленных, которые вот больше общаются на религиозной теме, по религиозной. Потому что вот насколько я, это мое чисто субъективное мнение и вид как бы изнутри. Потому что здесь в регионе другой такой силы, организаторской какой-то, чтобы если вот косинство, какая-то ситуация, то сразу волна будет, и у них такое единство только среди них. Среди профсоюза, который у нас в Казахмысе имеется, там в Казахмысе имеется два или три профсоюза, я не буду там перечислять, рекламируйте их там, сейчас много профсоюзов, там два или три профсоюза. Они таким потенциалом, потенциалом, организаторской способностью и единством друг за друга такого нету. Что возьмите, шахтеров возьмите. Получается, ты говоришь, речь идет о некой исламской религиозной секте? Нет, ни секта, ни секта, я не знаю, там, секта или не секта, или что. Просто это коснулось именно тех людей, это ихнего круга. И так вот сначала среагировала молодежь, ихнего круга так организовала, быстро налетела это самое. Потом к ним другие самые уже сопутствующие, сочувствующие, и пошло и поехало. И вот это вот. Давай вот немножко напомним ситуацию конкретно. Где, как, кто, что известно вообще в принципе. Это Садпаев опять, да? Да, ну что, мне тоже так же известно как бы из официальных источников, то что вот в газете, по телевидению, интернете, то что вечером, что ли, якобы, ребенок пропал, там сразу же была организована поисковая группа, там, оперативно тут полицейские подключились, подключились там местные волонтеры, там, сочувствующие, там, это, сам, и в скорости был обнаружен этот ребенок на квартире, там, на адресе, там. И люди возмущенные начали уламывать, там, двери, соответственно, пытались этого человека, ну, устроить самосуд. Полицейские, там, увезли его, там, и тут же народное волнение, и дальше продолжался вот это вот. Пошли там дальше, там, требует, наверное, там, полицейский участок. Ну, в общем, вот это мое мнение, мое видение. Там, говорят, были какие-то, ну, не знаю, там, инциденты, связанные с международом и полицией. Ничего до мордобоя не дошло? Ну, полицейские пытались, как в рамках закона, ну, естественно, вот это вот стихийное, вот это вот, как бы, остановить. А толпа, это уже инстинкт толпы уже идет, уже все, уже идет она, неоргая, этот, неуправляемая вот эта эмоция, начали там ломать, крушить, там уже, и несколько, говорят, машины сожгли, это самое, но это все следствие, это все следствие того, что у нас, вот я говорю, социально-экономическое положение в регионе очень такое вот нехорошее, что... То есть, достаточно небольшой спички, и все пошло, поехали? Ну, эта спичка вот именно коснулась, эта спичка вот затронул именно определенного круга людей, потому что, я говорю, вот, пять лет назад, если аналогичная ситуация была, то там такого резонанса не было, там тихо, спокойно этого поймали. Ну, социально-экономическим ютубом мы помогли, я имею в виду, что вообще сам по себе Садпаев, Фуджисказган, это же вообще рабочие поселки, рабочие города. Да, рабочие. Рабочая среда, я думаю, там очень много таких, скажем так, с рабочей прямотой, с рабочей жилкой. И это есть, и этот фактор тоже есть, что рабочая жилка, рабочая прямота. Но если бы рабочая жилка, рабочая прямота была бы, у нас бы такого бардака и беспредела, который сейчас происходит. Нет, но, скажем так, против хозяев Казахмыса гораздо... Проще толпой к гуртуму. Смелости и больше организованности в этом плане. Противник это более серьезный, более весомый. Надеюсь, в скором времени рабочая жилка начнет обедняться и по поводу Казахмыса, и своих рабочих прав и так далее. Вообще, в принципе, что известно о человеке, который подозревается? Который... Его что, в принципе, поймали вместе с ребенком на его квартире? Ну, вот это вот доподлинная информация мне неизвестна. Ну, знаешь, что в интернете вот ходят по мессенджерам, по ватсапу рассылки, что якобы ребенка с их квартирой вынесли полицейские на руках, что там был какой-то взрослый мужчина, еще какой-то. Вот только вот это в общих чертах. А? Азахбат. Ну, говорят, фотография ходят, что это русский. Ну, там значение не имеет, что русский, казах – это преступление, как бы национальный мессенджер, каждая нация есть подонки. Так что делить, что сейчас вот именно там этой национальной группы человек был или то, это сейчас пойдет уже, еще не хватало бы, чтобы нам на межнациональную людей толкнуть. Тут надо акцентировать. Где сейчас? В Садпаеве, где-то в РОВД, в СИЗО, где-то в ИВСе или в Жизказгане? Ну, скорее всего, в Жизказгане, наверное, потому что Садпаевское РОВД, там я вчера проходил мимо, там стоит машина одна разбитая, там камни, там, ну, в общем, это проходная, там, фронт-офис у них была, там, разбомбленная. Ну, в общем, были беспорядки там определенные, так что народное волнение это было. Это неуправляемое, это плохо. Я вот сколько вот… А вообще, в принципе, полиция из Жизказгана и там из Караганды не доставлялась, ничего такого не было? Ну, сейчас, сейчас доставилась, почему не доставилась? Сейчас уже приехали, тут уже ребята говорят, вот, что приехали там и СОБРы, и ОМОН, и люди ходят там эти по ночам вот возле моего дома магазин, возле магазина, ночью стоят тут, во-первых, наверное, это влияет на то, что карантинные меры, вот это вот, то, что после 11 ходить нельзя. И ходят, думаете, милиционеры, по два, по три человека там, вот в черной одежде эти СОБРы или МОБРы, там, я не знаю, как их называют. Ну, в общем, силовые структуры усиленно, усиленно сейчас, как бы, обложили город Саттпайр-Педжизказган. Интернет был отключен сразу же, там, на следующий день, вот сегодня, по-моему, утром только мобильная связь начала работать, интернет был отключен, так что, так что вот такие дела. Смотри, вот в различных странах мира относительно детей есть такая норма, жесткая. Есть постоянный, ну, скажем так, вечный комендантский час, там, условно говоря, там, с 11 вечера до 7 часов утра детям определенного возраста запрещено выходить из дома на улицу, гулять на улице. То есть, если увидят, то это нарушение и могут наложить штраф на родителей. То есть, какие-то меры похожие, плюс еще какие-то в плане, там, безопасности для детей, в плане воспитания возможных насильников, чтобы они не становились, там, извращенцами, педофилами и так далее. Какой-то комплекс мер в государстве должно быть принято? Вот после таких громких случаев, наверное, есть повод задуматься и ужесточать какое-то законодательство? Естественно, в этом плане надо пересмотреть. Ну, как, люди сами должны элементарные правила соблюдать. Да, еще и воспитывать надо. Да, воспитывать надо. Правила вытянутой руки, что ребенок определенного возраста, да, определенного, вот, на вытянутую поле зрения должен быть, что до пяти, там, лет, до скольки лет, до школы, что ребенка нельзя из вида выпускать, там, одного выпускать, гулять, там, аналуна. Во-первых, это все, комплекс мер надо пересматривать. Ну, и люди сами должны, как бы, более ответственно относиться. Потому что сейчас вот время такое, вот, сейчас вот, не знаю, раньше такого не было, что в таком масштабе, блин, вот, слышь, там, в том городе, вот, недавно, в Балхаше, там, еще где-то, там, вот, такие вот случаи происходят. Так что людям надо будет самим немножко, как говорится, сахтан сан, Аллаху сахтать, а так сахтан бай и не пи, так на авось, это самое, это, как говорится, меняться надо людям. Я бы, Ермех, хотел бы, помимо вот этой вот ситуации по Асад Павелу, хотел бы акцентировать внимание на Казахмыс, что у нас вот основное градообразующие предприятия, Казахмыс, что творится на Казахмысе, как это, вот это вот и... Причина, причина, причина следственное явление, потому что в свое время, если ты не забыл, наверное, я напомню людям, что в свое время в Сирию воевать уехало 150 или сколько ребят с семьями, с женами, с детьми с нашего региона, это самое большее, по-моему, только с нашего региона уехало. Вот, вот, представьте себе, это вот, вот это вот следствие вот этого всего, то, что на протяжении определенного времени вот это идет, социальная несправедливость, вот это ущемление прав, и люди, куда он пойдет? В профсоюз идет, в профсоюз он бестолковый, беспонтовый, элементарные права не защищает ему, не объясняет, нету никакого ни морального, ни материального, никакого роста. Идет он, человек, нет деструктивных. По сути, нету. Да, никакой организации. Общественно-политические вот эти нуротаны, муротаны всякие, от них тоже как от козла молока. Так что вот так вот люди, молодежь идет, вот она идет, и попадают вот такие деструктивные секты вот эти вот всякие, вот и получается вот так, крикнули уран, не полетели. Вот я вот сколько лет, вот с 99-го года заостряю внимание на Казахмысе, творимый вот самый беспредел. Вот я сам на шахте работал, на шахте Анинской, и пострадал за то, чтобы сейчас вот люди до сих пор работают, по 10, по 12 часов у них смена, 9 часов 30 минут официальная смена. Это уму непостижимость, это нарушение всех мыслимых и немыслимых нормативов. Есть определенные санитарно-гигиенические нормативы, есть определенные чисто человеческие вот эти вот нормативы. Сейчас люди работают, вот за это я вот, кому только не обращаюсь, какие суды, как, что, бесполезно в нашем государстве. Смотри, вот мы с тобой об этом говорили в прошлый раз, давай еще раз напомним зрителям, что входит в 10,5 часов. Условно говоря, в течение этого времени, это время, в которое человек спустился под землю, работает, и получается администрация шахт и Казахмыс включает сверх 8 часов. Смотри. Я слушаю, слушаю. Я правильно понимаю, что по мнению Казахмыса есть 8 часов чистого рабочего времени под землей, и вот получается разница у нас 2,5 часа. Эти 2,5 часа это самый спуск, подготовка к работе, переодевание после работы, и снова выход из шахты, и все это время под землей. Сейчас, Ермин, терпение, секундочку. Сейчас я все, я до этого, у меня там в архиве есть, я плакаты рисовал, еще у меня старые видео есть, это старые, но сейчас я тебе объясню. В общем, 9 часов 30 минут, 9 часов 30 минут, рабочая продолжительность смены у шахтера. Сейчас вот по нынешнему положению. Из них считается и оплачивается только 7 часов 10 минут. Вот смотрите. 2 часа 20 минут эти рабочее время не считается. Хотя человек взял лампу, ламповую, отметили его, что он взял ламповую, лампу, все, спустился в шахту. И все это время находится под землей. Это под землей он идет. Хотя я предысторию расскажу. Предысторию. Я когда на шахту устроился в 96-м году, то есть в 97-м году на шахту, когда устроился, тогда был трехсменный режим работы. Три смены было. Человек брал лампу, спускался и выезжал, находился в подземных условиях труда ровно 7 часов. У него была продолжительность смены. То, что он спустился в шахту по клетии. Ну, по лифту. То есть, неведущему человеку, это как большая клеть. Очень глубокая. Это нора, туда пускай человека. Вот по этой клетии спустился, пока дошел до забоя, принял ты там рабочее место, пока настроил там, она умна. Там между этим делом, в этих 7 часах у нас раньше было. Мы еще успевали там и чай попить, пообщаться там, чайхана там, пойти поработать. И уезжали, у нас 7 часов смена была. Сейчас, с 1 ноября 1997 года в порядке эксперимента вводят двухсменный технологический режим работы. И вот это время, то, что якобы человек спустился, потом вымерили там 30 минут, он идет до рабочего времени, 30 минут принимает там, сдает, обратно идет, плюс обеденное время. Вот это они посчитали, что 22 часа 20 минут это не является рабочим. Хотя он находится в подземных условиях труда. Понимаете? А по факту, а по факту он находится 10 и более часов. Понимаете? Какой, смотри, Бортбайк, возможно ли такой компромисс? Условно говоря, раздеть его на самом деле на две части. Чисто рабочее время, да, и время спуска, там подготовки, и потом переодевания, и то же самое после работы, его оплачивать по некоторому пониженному коэффициенту. Никакой коэффициент, никакой пониженный, время нахождения подземных условий труда должно быть ограничено, потому что там влияют такие... Это понятно. Нет, вопрос понятен. Смотри, допустим, ограничили суммарно с момента, когда он взял лампу и расписался, и после работы, когда он расписался и сдал лампу. Будем считать это 8 часов. 7 часов должен. 8 часов. Хорошо, 7 часов. Из них, допустим, там отнимаем примерно 40 минут, спуск и идет до участка. И то же самое обратное. Вместе получается полтора часа. Скажем так. Вот получается у нас 5,5 часов, правильно? 5,5 часов оплачивается по повышенному тарифу, полтора часа по пониженному тарифу. Но оба оплачиваются. Вот такой вариант. Нормальный? Нет, не нормальный. В подземных условиях труда. Вот спустился в шахту, там не должно быть, что ты там уже разделение. Там идет уже рабочее время подземных условий труда. Раньше вот у меня коллективный договор 71-го года, 70-х годов есть. Рабочим считалось время, когда человек садился на автобус и ехал на рудник. С того времени уже шло рабочее время и уже доплачивалось это. Понимаете? А вот подземных условиях... Что-то такие разницы в оплате. Ну, условно говоря, примерно какой час, один час оплаты? Вот если в час и перевести, сколько один час работы стоит? Я сейчас уже конкретные цифры уже не помню. Я помню, это цифры 2000. Хорошо. Смотри, зарплата. Давай примерно. Зарплата какая у нас получается? Мы, Ермек, мы уходим в другую сторону, в другую степь, понимаешь? Вот, смотри... Я хочу разобраться, чтобы здесь Казахмысль нас будет слушать, профсоюзы будут слушать нас, и это будет вопрос касаться еще и трудового законодательства, и отдельно раздела по шахтерскому законодательству. Обязательно. То в этом ключе, условно говоря, пусть это будет, условно говоря, коэффициент 1, это сама работа, сам забой, и, допустим, спуск и идти до участка, из участка, условно говоря, 0,9. 1 и 0,9. То есть, в принципе, на 10% разница такая. Вообще в мире, какая ситуация с трудовым законодательством у шахтеров ЮАР, у шахтеров Германии, рурский угольный бассейн, в разных странах, в принципе, какое-то общение, тем более с учетом 21 века, с учетом интернета и так далее. Какая есть аналогия по условиям работы в других странах мира? Ну, насчет других стран мира я не знаю. Так, на уровне слуха, на уровне... Нет-нет, проскакивает видео по условиям труда, условия труда, там они люди, там чуть ли не в белых перчатках, и в белой спецовке работают. А по нашему предприятию, вот я вам еще раз говорю, вот цель каждого работника, это вот такая газета в свое время была, Алтын Аймак, это вот газета. В этой газете описывается ситуация, то, что 2000, это 3 марта 2006 года, 28 февраля 2006 года приезжала к нам депутатская группа Аймак, Дарига Назарбаева во главе, там 10 депутатов, вот это я к чему, к тому, что я обращался еще тогда. А по рабочему времени, по рабочему времени, в 2000 году главным государственным инспектором труда Карагандинской области было дано предписание Владимиру Киму об изменении режима труда, так как не может это разделяться в подземных условиях труда. Во-первых, не может быть обеда в подземных условиях труда. Не может быть, потому что обед это подразумевает полноценное питание, определенные санитарно-гигиенические условия труда. Плюс человек может это обеденное время использовать по своему усмотрению. Вот. Было дано предписание еще тогда об изменении условий труда, режима труда. Понимаете? Нигде в мире, я вот думаю, что только Казахмыс отличается вот таким вот режимом труда именно вот на предприятиях, что загнал человека на 10 часов, на 12 часов, 9 часов 30 минут до сих пор люди работают. Вот смотрите, вот если предписания даются главным государственным инспектором труда в 2000 году, в декабре месяце, так что это все незаконно, понимаете, незаконно. Подожди, так, давай немножко по-другому. Эти депутаты были в твое время, ты их видел вообще в Джасказгане? Они приезжали, ты с ними разговаривал? Вот в этой газете, здесь вот когда они приезжали, депутатская группа АйМА, здесь описано, я вам сейчас зачитаю это. Я там был на этом собрании, Сергей Кожамков, драмтеатр, вот меня приглашали, я и ребята, основоположники, основатели независимого профсоюзного движения, первого независимого профсоюзного движения. Это я был там, Демидов Валера был с медзавода, там еще ребята были. Так вот, на этом собрании, это председатель управления, тогда был юн Руслан Борисович, он тогда говорил, что в корпорации «Казахмысл» на тот период работает 70 тысяч человек. 70 тысяч человек, это вот 2006 год, март месяц, 70 тысяч, вот я цитирую, где-то 69 тысяч работает у нас в Казахстане, а 1200 человек работает у нас в Германии. Недавно мы там приобрели завод, который в прошлом году сделал 250 тысяч тонн изделий, из медиа, из 10 тысяч наименований. Так что на 2006 год в корпорации было 69 тысяч работников, сейчас на 2019 год, это тоже открытые источники, в газете «Шарайна» публиковал в прошлом, 38 с копейками. Это вы представляете, насколько сократилась численность работы? На 40 процентов. Вот, почти на половину сократилось рабочих. Я вам наглядный пример расскажу, когда на работу на шахту я устроился, на шахту Анинская, подземным забойщиком, учеником, на участке, на участке, куда я устроился, на втором участке, на добычном, было 4 буровые кареты, 4 буровые кареты, которые обслуживали 4 буричка, потому что была трехсменная работа. Первая, вторая, третья смена. И вот он один, четыре буровые кареты, 4 буровые кареты, 16 человек на участке, это было буровые кареты, помимо этого ученики, помощники. Потом в 91-97 году вводят новую технику, параматики финские, вот эти миниматики, вот эти новые, высокопроизводительные, которые заменило вот эти 4 кареты. Вот вы представляете, и постепенно вот эти кареты списались, постепенно они ушли, а осталась одна эта буровая карета, одна, которую сейчас обслуживают 3 буричка. Вот понимаете, какой экономический эффект они имеют. И вот это то, что сейчас они по 100 тысяч дали людям как бы подъем, вы слышали же, наверное, да, что корпорация Казахмыс вот сделала жест доброй воли и дает каждому работнику, и то, те, которые в корпорации работают непосредственно, шахтеры, якобы по 100 тысяч дает помощи материальной. Типа по коронавирусу. Да, типа по коронавирусу, работникам. Это получается, корпорация Казахмыс сначала вот так вот все сжала, все отняла. Я вот говорю, Ким Владимир Сергеевич, Ким, Агай, вот этот Назарбаев, к которому я обращался, лично письмо в руки давал, вот это вот, по этой ситуации. Они все воры, они меня обворовали, и до сих пор обворовывают моих земляков. Используй, используй, это не голый факт, это я могу обосновать тем, что в шахте выполняют... Вот смотри, Буртубай, ну, с точки зрения промышленного прогресса, замена четырех бурильных карет на одну суперсовременную, одну бурильную карету, это как бы благо. При этом то, что происходит сокращение людей, но это естественный процесс. Другое дело, что их надо переквалифицировать и использовать, скажем так, по назначению, с расширением производства, с увеличением числа шахт, с разработкой новых пластов. Какие предприятия там открывать? Ну, этого же нету, понимаете, у нас по городу завязано все на Казахмысе. Это я все прекрасно понимаю. Но плюс я еще понимаю, если там эти четыре бурильщика будут, соответственно, получать соответствующие заработные платы, так они же не получают. Я вот сейчас вот по городу хожу, по работе там, двигаюсь там, шахтеров, я особенно шахтеров здешних, особенно уважаю, особенно, самое люблю, это в кавычках я говорю. Знаете почему? Потому что я им говорю, вы, говорю, вы как штрихбрехеры в свое время, английские шахтеры, когда бастовали определенные шахты, тут приходили другие шахтеры, добиваются. А вы, говорю, сейчас работаете, вместо того, чтобы работать не по 12, не по 10 часов, вы должны сейчас работать по 5 часов. У вас техника такая высокопроизводительная, можете по 5 часов работать и получать по миллиону. Вот к этому уровню надо идти, развитие, а не так, что вы сейчас работаете, вы, говорю, из-за вас, я, говорю, не могу на работу, из-за вас, говорю, вы сейчас, говорю, троем в эту технику в коптилизме, не можете оторвать, не даете другим ребятам. Это сколько молодых ребят, это если формировать дополнительную смену, это, представляете, сколько людей бы дополнительно трудоустроилось бы на те же шахты, на рудники. А так получается, они, сейчас молодежь у нас до какой степени деградировала, и ребята, говорят, бакей, если, говорит, будет возможность, я, говорит, пойду, сейчас, говорит, на шахту, ну, там же, говорит, хоть более-менее плод, ему объясняю, родной. Вот, а мало, ну, ты, говорю, оттуда, говорю, через 10 лет, максимум через 15 лет, выйдешь, говорю, оттуда инвалидом. Он сейчас инвалидов, инвалидов производства очень много, 40, чуть за 40, ребята, он, младше меня, ребята, он, многие инвалиды, мое поколение, ребята, которые, говорят, умирают, не доживают до пенсии. Зачем их запихивать на 12 часов, на 10, на 9 часов, подземлюли? Это еще и, получается, медицинская проблема, это проблема массового здравоохранения. Ты мне скажи, Буркдбай, вот такой вопрос. Инвалидность связана именно с каким заболеванием или с какими увечьями, чаще всего, средним? Ну, это, это, скорее всего, подземный, это шахтный, это с пылью, газом, там, плюс это... Это легкие, да? Легкие, потом вот это вот, вибрационные, плюс потом вот это, поясница, вот водители, вот, основного. Представьте себе, 12, 10 часов чисто, вот, опускаются, 9 часов 30 минут, говорят, у них, по факту, время спуска и выезда, получается, 10-12 часов смены. Я вот здесь говорю, ребята, общественники, местные, говорят, хохам, кайраткеры, выговорю, доблестные наши эти, ветераны, эти говорят, давайте, родные, соберемся, поедем на шахту, промониторим, рабочий день наших земляков. Там же, говорю, не марсиане работают, наши земляки, наши братья работают. Почему они, говорю, так вот сейчас вот? Вот, и получают копейки. Вообще, у меня вот мечта идея была, когда я в независимый профсоюз регистрировал, думал, даст бог. Сформируется профсоюз, будет актив, будут ребята, будут фонды, поедут, свяжемся мы с аналогичными западными предприятиями, там, американскими, европейскими шахтами. Свяжемся, поедем, посмотрим, на каких оборудованиях работают, какие нормативы, какие правила, какие это, какой уровень заработной платы. Вот это все приедем и потом будем внедрять сюда требовать этих сработодателей, понимаете? У нас получается, что у нас всех загнали сейчас шахты, малейшее чуть-чуть то сразу. Почему мне не дали мой профсоюз, дальше вот мне и моим товарищам не дали? Потому что они понимали, что если эти ребята будут двигаться дальше, то столько вскроется негатива, сколько это самое. Им нежелательно, им сейчас желательно, что есть вот профсоюз, там, один профсоюз и второй профсоюз для видимости. Они там какие-то коллективные договора подписывают, там, какие-то соглашения подписывают. А сама суть не меняется. Вот я хочу, чтобы мои земляки, чтобы я уже, мне уже не доведется на шахте проработать. Меня с 2000 года уволили, я до сих пор на эту педаль наступаю, что незаконно эксплуатируйте у людей. Незаконно, не должно быть смены 9 часов 30 минут, 10 часов под землей. Что это вредно для здоровья, что это опасно для здоровья. Что если мы, нация, которая будет думать о будущем своих поколений, о своих рабочих, о своих трудовых ресурсах, забудьте, мы, наоборот, должны создавать им условия, чтобы они работали не 10, не 7 часов, а там 4 часа сделать смену. Механизировать, как американские шахты я смотрел по видео, он сидит на горах в монитор, управляет погрузочно-доставочной техникой, как компьютер играет. Сидит, кофе пьет, я не говорю, там люди тоже ходят определенные, а основной персонал сидит он, вот до какого уровня они развить, развитие технологии, техники. А у нас что? У нас только сейчас начали приходить эти современные техники, которые более-менее ограждены, застеклены, с кондиционером, и то довольствуемся этим. А про уровень заработной платы там это... Было же еще изменение в пенсионном законодательстве, раньше шахтеры выходили очень рано, в каком возрасте это было? 45 лет, 25 лет подземного стажа, это как сейчас полицейские выходят, 45 лет. Раньше шахтеры, работники особо опасных, особо тяжелых условий труда, они выходили в 45 лет на шахту. Это вот реки и шахтеры. Это вот спасибо нашему правительству, ельбасы вот этому, которые вот... А с какого года убрали? Точно не знаю, но знаю, что новое трудовое законодательство в 2000 году какое-то вышло, потом изменения, ну это давно уже, довольно-таки давно. Сколько вообще шахт получается в Джизказганском регионе, Садпаево? Ну, в Джизказганском регионе было в свое время, я вот говорю, было много шахт, сейчас вот западный, восточный, ДШПТ, южный, Жаман Айбат там вахтой работает, ну, немного, сокращение идет, вот я говорю. Ну, сколько получается, 7 где-то штук, что ли? Это... 65, 67, 70, ну, где-то так, я уже точно уже... А в советское время сколько было? В советское время много было. Ну, сколько? Отварить? Не, не 20, ну, чуть больше. Сейчас некоторые шахты, вот я точно знаю, западный рудник, это шахта 55-ая была там, 55-ая, еще какие-то же, они закрылись ввиду того, что они недры истощаются же. Она имеет свойство заканчиваться, руда. Хотя в свое время тот же Руслан Юн говорил, что у нас здесь, в Джизказганском регионе, руды там на 80 лет хватит, оно все, у нас руда заканчивается. Вот этот поселок Весовая, рудник этот, переселяют это из-за чего? Из-за того, что наши власти озаботились бытием, житьем наших жителей, что ли? Нет, отнюдь не от этого. А только из-за того, что там остались в целиках руда, богатейшие руды, которые еще можно извлечь это. Вот поэтому этот поселок сейчас выселяют и уже начали там вести разработки. Так что вот такие дела. Понятно. Ну, Бухтюбай, большое спасибо за такую информацию. Держите нас в курсе событий. Будет очень интересно, если мы будем от вас получать свежие новости. Ну, мне бы напоследок хотелось бы, чтобы вот я обращусь к своим землякам, горнякам, шахтерам, отработавшим шахтерам, ныне работающим. Ребята, имейте в виду, вы работаете, вас эксплуатируют незаконно. Все бумаги, все предписания есть. Просто эту информацию до вас не доводят. Эту идеологию вам никто не объясняет, не рассказывает. Тем более, вот этот вот миллиардер Ким, вот я убежден в этом, что Ким Владимир Сергеевич, который стал в одной части уже скоро миллиардером, там сколько, 4 или 5 миллиардов у него денег, в этих его деньгах сидит как моя доля, вот я как предъявлял корпорации «Казахмыс» иск за свою переработку, за моральную, так и мы можем все объединиться, объединенно подать на Кима иск Международной правозащитной организации, чтобы под ним земля горела, как вот этот международный суд и подалжит этот молдавский бизнесмен встать и, блин, на правительство «Казах». Так же и мы можем. Для этого надо нам объединяться, создать один кулак, а не так, чтобы один буркутбай на сырка находит и ковыряет этот мешок Кима. А когда нас будет 5, 10, 100 человек, 1000 человек, мы порывем этот мешок и заберем свои деньги. Там наша деньги. Что вам мешает на сегодняшний день создать собственный профсоюз, возглавить его и начать работу с нуля, и сделать его лучшим профсоюзом в регионе? Власти КНБ. Вы пакет учредительных документов готовили? Вообще этот профсоюз, вот это уже у меня как бы, как говорится, уже прошедшая песня. Профсоюз, профсоюз, вот это я уже... У меня сейчас, знаете, какая главная цель? Собрать группу людей, вот тех инвалидов, которые меня знают, которые по шахте знают. У нас город маленький, я прихожу к ребятам, разговариваю, так, давайте вот так, 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 соберемся, будем вот это вот требование, вот так вот будем формировать. А сейчас элементарное интервью. Люди боятся. Я с ними проговорю на следующий, там, через специально даю промежуток, интервал времени, чтобы человек переварил эту информацию, осознанно поговорил, мне говорят, давай, надо интервью говорить. Расскажи о себе. За Буркутбая Насырханова не надо говорить. Буркутбая Насырханова за себя сам говорит и сам предъявляет в глаза. Гордо, прямо говорю. Говорю, ты за себя скажи, что отработал вот столько в шахте, вот с такой период, такой должности, по столько-то часов в шахте находился. Подорвал здоровье, потому что вот причина, следственная связь того, что ты подорвал здоровье, только это. Начать нужно с того, чтобы вы с ними возьмете интервью какое-то на видеокамеру, а я это попробую. Попробуйте. Бояться. Я вот с одним, вот у меня есть, Тюди Курдас есть, вот, в один день родился, в один год. Отработал 28 или 30 лет в шахте. Вот так вот встретились, поговорили, я ему видел. Ну, что ты, говорю, вот ты вот столько лет, 30 почти лет в шахте проработал, говорю. Что ты, говорю, имеешь? Двухкомнатную квартиру, которую ты, хотя он там и в забойной группе, не сказать, чтобы там лодер какой-то, какой-то там, ну, нехороший работал, и бригадир свой вроде. Говорю, двухкомнатную квартиру, двое детей кое-как вырос, поднял, вот все. Что ты, кроме геморроя, говорю? Давай сделаем так, смотри, я вот сейчас, Бургутбай, ты можешь сейчас в эфире, ну, назвать номер телефона, чтобы тебе Джизказганцы и Садпаевцы позвонили и объединились? Могу? Свой мобильный телефон? Да. Могу назвать 8776-503-08-86. Это мой мобильный телефон. Еще раз, смотри, 776. 776-503-08-86. Ну, только убедительная просьба, чтобы... 503-08-86. 08-86. Да. То есть, вот этот телефон правильный? 776-503-08-86. Да, правильно, совершенно верно. То есть, в принципе, если к тебе ребята позвонят, они могут с тобой встретиться, и, может быть, вы создадите какой-то профсоюз, если они скажут, что нам нужен профсоюз, нам нужна поддержка, нам нужна помощь. Да, ребята, которые будут согласны сразу же с первого дня быть открытые, а не так, что вот так пришли, мне в ухо пошептать и убежать, а сразу на камеру. Я такой-то, такой-то проработал гордо, честно буду за свое предъявлять, так же, как Буркутбай Вазович, поддерживая его, вот так, вот так. А не такие, которые мыши пришли, мне в ухо будут шептать, а потом коснется там, придет там какой-нибудь погонный с красными, большими звездами, и тот обосрался. Такие не нужны. Мне нужны такие, которые будут гордо прямо предъявлять за свое. Все, ребята, вы слышали, да, значит, Буркутбайе нужны волки. Да, волки, каскырына, бюрелер, буркуттер керек. Если, если бы они были, давай, кослай, ана, кимны, капшыгын бірге жертай, буркутбай уже, жангызу, кақсай, кақсай, шаршаватыр. Уже, ва, неси, возраст-то керек кақсай. Так что, саулай, аман болай, казак еле, аман болай, бірге болай. Анау, мноу, жаманий ден, адяттен, алп шау, шауп, там, нет, бесполезный такой. Жаман адяттен, ау, ау, как говорится, аулах болай. Игэнде шахатен буса, осознанно, в рамках закона, все аккуратно, все оформлено. Без оружия, оружие оставляем дома, без оружия. Без оружия, оружие оставляем дома, без оружия.